Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Марки бетона и их характеристики Таблица марки бетона – надежный помощник домашнему мастеру. Бетон – незаменимый строительный материал. В совокупности с арматурой, крупной стальной проволокой или аромосеткой он создает крепкие конструкции, способные выдерживать усиленные нагрузки. Федеральные типовые элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций СНИП 8202-95 В этой статье мы поговорим о сферах применения бетона, рецептуре, классе, как выбрать бетон необходимой марки и от чего он зависит, а также рассмотрим таблицу марки бетона с техническими характеристиками ГОСТ-класс бетона по прочности на стяжке, плотность бетонной смеси, морозостойкость, водонепроницаемость. В зависимости от класса бетона и марки его задействуют для закладки различного типа фундамента – столбчатого, плитного, ленточного, свайно-набивного, заливки полов, изготовления панелей для возведения панельных домов, водружения мостов, автомагистралей, плотин, заливки садовых дорожек. Рецептура в классах бетона и марки Идентично тому, что школьники ходят в школу в разные классы, так и бетон может принадлежать к разным классам и марке. На показатель классности и марки равняются при покупке бетонной смеси, ее прочность может быть в пределах М50-М1000, а основной диапазон марки – от АМ100 до М500. На марку бетонной смеси влияет количество и марка цемента, а также установленный объем воды. Подобно девятилетнему школьному образованию существует девять основных классов бетонной смеси, которые означают от Б7,5 до Б40. Распределение класса и марки бетона. Классу бетона в смеси Б7,5 отвечает самая приближенная марка М100, Б12,5 отвечает М150, Б15 принадлежит М200, Б20 соответствует М250, Б22,5 отвечает М300, Б25 относится к М350, Б30 принадлежит к М400, М35 относится к М450, Б40 отвечает М500. Проверка прочности Проектно-конструкционной организации указывает в готовом проекте требующийся класс бетона и марку, отвечающей марке бетонной смеси цифры М100, М500. Указывает как в школе на уровне знаний, а в строительстве на средний показатель предела прочности, определяющегося на сжатии. В соответствии необходимых параметров можно проверить сжатием прессом специального отборочного материала, кубиков, которые отливаются из пробной партии. Они выдерживаются 28 суток для того, чтобы полностью отвердеть. Отлитые образцы следует хранить при обычном температурном режиме 20 градусов и хорошей влажности 90%. Можно не придерживаться 28 суток выдерживания, а определить прочность в промежуточном периоде отвердения, который становится 3, 7, 14 суток. Известно, что на протяжении первой недели бетонная смесь отвердевает на 70% от расчетных показателей. Можно проверять прочность более современными способами — проверкой склерометром или ультразвуком. Практикующие специалисты определяют уровень прочности зубилом и молотком от того, какое количество затвердевшего фундамента отбивается, определяют примерно марку замеса. Готовые таблицы марок бетона Главным ингредиентом для бетона является цемент М400 и М500 с добавлением определенного количества песка, щебня, воды, а иногда разных пластификаторов для получения качеств подвижности, морозостойкости, водонепроницаемости. Расчет пропорций бетонной смеси учитывает размеры песчинок и размеры гравия, уровень влажности, песчаных ингредиентов и других. В специальных таблицах проверены рецепты соотношения ингредиентов. Исходя из таблиц данных из цемента М400 можно определить рецептуру цемента песка и щебенки. Цемент, песок, щебень. К примеру, для приготовления замеса для залива фундамента М400 соотношение цемент, песок, щебень определяется как 1 часть цемента, 1 вторая часть песка, 2 седьмых частей щебень. При закладке одной складовой части цемента М400 необходимо 1 вторая доля песка и 2 седьмых доли щебенки. При этом из 10 литров цемента выход составит 31 литр готового замеса. Таблица марок бетона из цемента М500 показывает, что для приготовления такой же марки бетонного замеса необходимо отношение цемент-песок-щебень как 1 часть цемента, 1 шестая часть песка, 3 вторых частей щебенки. При таком раскладе выход готового продукта составит 36 литров. Таблицы марок бетона показывают рецепт соотношения цемент-песок-щебень для любой марки. Материал от производителя Чтобы избежать курьезов с готовой маркой бетонной смеси следует контактировать с проверенными компаниями, а лучше с конкретными производителями. Серьезные производства придерживаются ГОСТа, их готовая смесь соответствует марке и классу, что благотворно скажется на готовом предмете строительства. Собственноручно можно приготовить бетонную смесь только небольшими объемами для выполнения отдельных видов работ, но никак не для заливки фундамента. Хотя многие трудолюбивые хозяева пытаются выполнить такие действия на своем дачном участке при помощи соседей и коллег по работе, знакомых, при этом работают с качественными комплектующими, а именно с незалежалым бетоном, свежим цементом требуемые марки, песком, без примесей, немелким и гравием разных диаметров. Важно хорошо смешать содержимое, а при заливке добиться уплотнения массы, не допуская образования пробок из воздуха. Марка и класс бетона Марка бетона по прочности – это показатель его прочности на сжатии, обозначается буквой «М» и число от 50 до 1000. Число показывает максимально допустимую нагрузку, которую выдерживает бетон этой марки. Марка определяет нормативную прочность бетона в идеальных условиях. Марка по водонепроницаемости показывает способность бетона не пропускать воду. Сквозь свои поры под давлением обозначается буквой «W» и цифрами от 2 до 20. Цифры показывают максимальное давление воды, которое выдерживает бетон. Водонепроницаемость очень важна при строительстве бассейнов, резервуаров для хранения воды в подземных и подводных сооружений. Для обычных строений используется бетон с маркой водонепроницаемости W2 или W4. Марка бетона по морозостойкости показывает сколько циклов замораживания и оттаивания, которое может выдержать бетон в состоянии насыщения влагой без значительной потери прочности. Допустимое снижение прочности 5% обозначается буквой «F» и цифрой от 50 до 300. Цифра обозначает количество циклов замораживания и размораживания, в ходе которых прочность не понижается. Класс бетона Это показатель, учитывающий допустимую погрешность качества бетонной смеси при условии, что не менее чем в 95% случаев его прочность будет соответствовать нормативной, т.е. класс бетона показывает его фактическую прочность. Таблица соответствия марок и классов бетона Соотношения класса и марки бетона приведены в таблице в соответствии класса морозостойкости и водонепроницаемости. Чем выше марка по прочности, тем выше и морозостойкость, и водонепроницаемость. В соответствии между этими характеристиками для стандартных марок бетона приведены в таблице. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона могут быть повышены с помощью использования специальных добавок. Применение бетона В зависимости от области применения для бетонирования используется бетон разных марок. Чем выше требование прочности, тем выше должна быть марка. В таблице приведено соответствие между классом марки бетона и областью их применения. Укладка бетона в труднодоступные места Раньше для решения этой задачи применялись краны со специальными бадьями. Из бадьи бетон поступает непосредственно в опалубку. Этот метод очень трудоемок и требует затрат большего количества электроэнергии для глубинного перемешивания смеси специальным вибратором. Современный способ более практичен и прост. Он предполагает использование бензонасоса для перекачивания строительной смеси. Укладка при этом происходит равноверно, без простоев, связанных с возведением подмостив или затратами времени на перемещение бадьи. Но главное преимущество метода заключается в снижении энергозатрат. Как ухаживать за бетоном Для того, чтобы обеспечить нормальные условия твердения, необходимы специальные мероприятия, особенно в течение 15-20 суток. Летом при высокой температуре воздуха влагу сохраняют методом поливки. Применяется также укрывание от лучей солнца. Наносят эмульсию из битума или используют полиэтиленовые пленки. Первое время особенно важно для набора бетономарочной прочности. В первые дни он должен оставаться влажным. Для того, чтобы повысить качество строительной смеси используют различные добавки. Они позволяют сократить время строительства, удешевить его и придать бетону особые свойства, необходимые для устройства аэродромных покрытий, гидротехнических сооружений, бассейнов и ряда других специальных сооружений. При высокой температуре окружающего воздуха применяются замедлители твердения. В условиях пониженных температур необходимы затвердители и воздухопоглощающие реагенты. Также необходимы пластификаторы. Они повышают удобо укладываемость материала. Кроме того, в особых случаях применяются добавки, повышающие водонепроницаемость. Пропорции цемента песка и щебня для получения бетона определенной марки. Для расчета соотношения составляющих бетона объем цемента принимается за одну часть, объем других составляющих определяется согласно с информацией в таблице. Таким образом, пропорция на 1 м3 для марки М200 с применением цемента М400, весом 250 кг, песка 740 кг и щебня 1250 кг. Примет такой вид – одна часть на 2,8 и на 4,8. Обязательным условием для получения хорошего цемента является содержание воды 20% от общего объема 180 л. Область применения разных классов бетона Разные виды строительных работ требуют использования бетонов различных классов. Бетон класса B7.5 марки М100 основное применение этот класс бетона находит в ходе подготовительных строительных работ перед заливкой лент фундаментов под бетонкой или монолитных плит. Для этого песчаная подушка заливается тонким слоем бетонной смеси. После полного застывания слоя проводятся арматурные работы. Другая область применения бетона класса B7.5 – дорожное строительство. Бетон класса B12.5 марки М150 применяется в основном в подготовительных работах перед заливкой монолитных плит фундаментов для изготовления стяжки пола при заливке фундамента под небольшое сооружение в дорожном строительстве для бетонирования дорожек. Бетон класса B15 марки М200 Бетон этого класса пользуется наибольшим спросом. Его прочность позволяет решить большинство строительных задач. Заливку плитных, ленточных и свайно-растверковых фундаментов. Изготовление стяжки пола, подпорных стен, бетонных лестниц, площадок, отмостков, дорожек и дорожных плит. Бетон класса B20 марки М250. Бетон этого класса нашел применение при заливке монолитных фундаментов, малонагруженных плит перекрытий, лент заборов, лестниц и других конструкций. Также он используется для организации бетонных отмостков, площадок и дорожек. Бетон класса B22.5 марки М300 Запас прочности этого класса бетона позволяет использовать его для заливка разных видов фундаментов – свайно-растверковых, плитных, ленточных, возведение монолитных стен, высотных зданий, изготовление лент заборов, плит перекрытий, отмосток, лестниц и других конструкций. Бетон класса B25 марки М350. Высокая прочность бетона B25 позволяет использовать его при строительстве крупных сооружений и зданий, монолитных фундаментов и стен плит перекрытий, балок, колонн и других конструкций с большой нагрузкой. Именно из этого бетона производится большинство ЖБИ. Другая область применения этого бетона – производство аэродромных плит ПАГ, способных выдерживать экстремальные нагрузки. Бетон класса B30 марки М400. Бетон класса B30 быстро схватывается, имеет высокую морозостойкость и повышенный коэффициент водонепроницаемости, потому чаще всего используется для изготовления конструкций со специальными требованиями банковских хранилищ, гидротехнических сооружений, мостовых сооружений, специальных ЖБИ и ЖБК, чаш бассейнов, балок, ригелей, колонн и других изделий повышенной прочности. Для строительства частных домов бетон B30 практически не используется. Бетон класса B35 и выше – бетоны высоких классов используются достаточно редко, их применение регламентируется специальными требованиями, связанными с дальнейшими условиями эксплуатации конструкции. Из таких бетонов изготавливают железобетонные изделия для метро, мостовые конструкции, дамбы и иные гидротехнические сооружения ЖБК с повышенными прочностными характеристиками. А на этом на сегодня все и если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok